На момент презентации это был самый тонкий складной смартфон в мире. Это было летом в Китае, потом его ещё раз представили уже в Европе, а одновременно с этим звание самого тонкого и пришло к другой модели. Вот этой, называется Honor V-Pers. Но всё равно Honor Magic V2 до сих пор остаётся одним из самых навороченных складных смартфонов в мире. Сегодня у нас быстрый обзор, с вами XBT.com. Поехали! Как обычно, сначала пройдём мимо смартфона, чтобы изучить комплект. Здесь есть зарядное устройство мощностью 66 Вт. Здесь есть кабель для зарядного устройства. Как ни странно, это не Type-C Type-C, как можно было бы ожидать в 2023 году, в конце его, а обычный Type-A Type-C. И в отдельной коробочке есть чехол, точнее, такая накладка или половинка чехла. Его примерим чуть позже, а сейчас вернёмся к смартфону. Говоря о рекордно малой на момент презентации толщине, нужно учитывать, что это всё считается без учёта камеры. А блок камер здесь заметно выступает. Если выражаться в цифрах, то в разложенном виде толщина смартфона 4,7 мм, а в сложенном 9,9 мм. То есть смартфон получается не сильно толще обычного, не складного смартфона. Формат смартфона экраном внутрь, изгиб при этом более крутой, резкий. Из-за этого складка заметнее, чем у смартфонов экраном наружу. Но у этого решения тоже есть плюсы. Во-первых, меньше шансов повредить вот этот нежно-гибкий экран. А во-вторых, у внешнего экрана можно сделать более привычное, обычное твёрдое стекло. Здесь у внешнего экрана используется стекло Nano Crystal Glass 2.0. И, конечно, он развалил нас цифрами. Например, после 200 тысяч складываний и раскладываний, складка на внутреннем экране меняется всего на 36 мкм, а сам шарнир рассчитан на 400 тысяч складываний. Это явно больше времени жизни смартфона, а может быть, и его владелец тоже. На торцах у смартфона громкие динамики, то есть получаем честный стереозвук. Есть инфракрасный порт, такая вот изюминка. Снизу порт USB Type-C. А справа качелька регулировки громкости на одной половинке и кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев на другой половинке. Существует две версии Honor Magic V2. У одной сзади вот такое матовое стекло, а у другой кожзам. Ну, не такой кожзам, как на куртках или ботинках или сумочках, а скорее пластик с текстурой под кожу. От материала зависит вес, но в обоих случаях он чуть-чуть больше 230 граммов. И примерим чехольчик. Функциональность у него скорее не защитная, а подставочная, потому что здесь есть вот такая вот оттопырка. Простите, с ее помощью можно установить смартфон. Так, либо вот так. К самом конце настройки смартфон показывает небольшую памятку о том, как надо обращаться с ним и свой экраном. И первым пунктом идет информация о том, что ни в коем случае нельзя снимать защитную пленку с внутреннего экрана. Если помните, самые первые раскладушки Samsung после пробного запуска пришлось дорабатывать и перезапускать, потому что люди отковыривали эту пленку, думали, что она просто защитная, а экран от этого ломался. Поэтому Samsung спрятала края пленки под рамку, чтобы на них нельзя было добраться. Здесь края доступны, так что Honor рассчитывает на вашу сознательность. Внутренний большой экран почти квадратный, соотношение сторон 10 к 9, диагональ 7,92 дюйма, матрица OLED, заявленная максимальная яркость 1600 нит, ну и частота 120 Гц. У внешнего экрана соотношение сторон 20 к 9, диагональ 6,43 дюйма, тоже OLED, тоже 120 Гц. Максимальная яркость еще выше 2500 нит, и это экран LTPO, то есть он может понижать частоту до очень низкой, чтобы экономить энергию, и это пригодится в режиме Always on Display. Для обоих экранов заявлена поддержка стилуса, но в комплекте его нет, и на корпусе для него отверстия тоже нет, а это вообще была бы киллер-фича в мире раскладушек. Magic V2 стал одним из первых смартфонов, который вышел с оболочкой Magic OS 7.2 на базе Android 13. Из интересных новинок здесь приложение Parallel Space. Это некая закрытая, защищенная паролем область, где свои файлы, свои приложения, такой Android в Android. Смартфон не тормозит, на нем работает все очень быстро, потому что здесь флагманский разогнанный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и 16 ГБ оперативной памяти, плюс хранилище на 512 ГБ в этом образце, а еще есть версии на 256 ГБ, либо 1 ТБ. Таких объемов по задумке должно хватить всем, поэтому слота для карточек памяти здесь нет. Только два слота для симок, плюс смартфон поддерживает eSIM. Камеры, выдающиеся во всех смыслах. Основной модуль 50 Мп, лазерный автофокс, оптическая стабилизация. Второй модуль ультраширокоугольный, тоже 50 Мп, тоже с автофоксом, но без стабилизации. И третий модуль с телеобъективом, 2,5-кратное увеличение, матрица 20 Мп и оптическая стабилизация. При съемке экран можно разделить пополам, и помимо видоискателей видеть уже отснятые кадры, а можно видоискатели продублировать на внешнем экране и так снять селфи на основную камеру. Но фронталки тоже есть, причем в количестве двух штук, обе врезаны в экраны и обе 16-мегапиксельные. Остался аккумулятор, здесь он емкостью 5000 мАч, причем Honor говорит, что придумали свой материал, здесь не литий-ионный, а кремнииуглеродные аккумуляторы, якобы у него плотность аж на 13% больше. Ну и заряжать его нужно, как я уже сказал, 66-ваттным зарядным комплектным устройством. Для глобальной версии уже объявлена цена, примерно вот 1100 евро, но когда она поступит в продажу в мире, пока не очень понятно. И это был весь наш быстрый обзор, с вами был IGBD.com, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь. Пока!